Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк, и это фокусы от моряка.ру В этом видео мы с вами будем продолжать делать наши обзоры колод, и сегодня у нас в гостях прикольная колода, которая называется Bicycle United States Presidents, и посвящена, как вы понимаете, президентам США, ну и вкратце немножечко истории США. Но прежде чем мы перейдем к обзору колоды, я хочу отдельно поблагодарить моего подписчика и коллегу по цеху Петра, который предоставил эту колоду мне для обзоров. Поэтому, Петр, если ты смотришь это видео, тебе отдельное спасибо, без тебя этого обзора бы просто не было. Ну что ж, а мы давайте посмотрим, что же из себя представляют президенты США. Итак, друзья, давайте посмотрим на эту колоду, посмотрим на нее поближе, и посмотрим, что хотели показать нам создатели этой колоды. Итак, Bicycle United States Presidents. То есть, сама коробка выполнена в таких сине-белых цветах, и такой красноватый. Ну это, ну короче, по цвету американского флага. В общем, синий, белый, да, белые звезды, белые полосы, красные полосы и синий фон. Далее, что здесь изображено у нас? Здесь изображен белый дом и надпись United States Presidents. Кстати, могу ошибаться, но вот, насколько мне известно, вот это белый дом. Ну и, собственно, надпись Plank Cards. Здесь у нас надпись Air Cushion Finish. Здесь изображение лица Статуи Свободы. Вот, далее здесь, ну естественно, Made in USA. А здесь у нас изображено то, что изображено на рубашках. То есть, это мы с вами сейчас посмотрим. Так, здесь вот какая-то надпись красуется. А, ну United States Presidents там красуется. Далее, открываем, значит, коробчонку. Смотрите, здесь у нас изображен американский флаг. То есть, такие вот звезды, как мы видим, да, и полосы. А на ярлычках вот эти вот. Почему-то здесь изображены ослы. Я не знаю, может быть, ослы сыграли какую-то роль важную в истории становления США как государства. Мне лично неизвестно. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментах. Внутри коробочки мы видим продолжение рисунка. То есть, также американский полосатый флаг, который развивается туда, вовнутрь коробки. То есть, вот такая вот коробчушка. Так, давайте глянем сначала на рубахи. Итак, рубашечки у нас. Смотрите, что здесь изображено. Здесь изображены самые такие главные символы США. То есть, это, естественно, статуя свободы. О ней мы еще поговорим. Далее, Капитолий. То есть, там, где заседает конгресс, где президент США приносит присягу во время вступления в должность. Далее, звездно-полосатый флаг, естественно, да. И вот этот вот белоглавый, белохвостый, то ли это орлан, то ли это орел, фиг его знает. Ну, в общем, какая-то птица семейства таких вот из орлов, короче говоря. Вот такая вот рубашка. Ну, естественно, это изображение себя же зеркалит, как на всех картах. Так, давайте посмотрим на Джокеров. Как у нас выглядят Джокеры? Джокеры, это у нас знаменитое олицетворение США в культуре. Ну, и во всяких пропагандистских материалах. Это знаменитый дядюшка Сэм. Дядюшка Сэм, кто не знает, это вот такой вот с средних лет мужичок, с такой скозлиной бородой, одетый в пиджак, одетый так, ну, в стиле там 1800-х годов, да, в цилиндре так, в этом, с изображениями, значит, американского флага, то есть синие полосы, белые звезды. То есть вот такой вот пройдоха пижон дядюшка Сэм. Ну, кто не знает, у каждой страны, как у правила, есть какое-то олицетворение, да, то есть вот, ну, у США дядюшка Сэм, там, у России Русь-матушка или Родина-мать, там, ну, у каждой страны, в общем, есть кто-то, какой-то свой персонаж. Ну, не у каждой, у многих есть. Так вот, дядюшка Сэм, это как раз именно вот СШАшный персонаж. Итак, едем дальше. Что же у нас изображено на тузе пик? Хочу сказать, в этой колоде на тузах изображены самые главные символы США. Статуя Свободы. Статуя Свободы, наверное, один из самых узнаваемых и самых знаменитых американских символов. Изображена на тузе пик. Собственно, здесь вот видите надпись «Statue of Liberty», что означает «Статуя Свободы». Статуя Свободы, кто не знает, это подарок от Франции, США. Подарок этот был в 1876 году. Именно к столетию принятия Декларации Независимости. Для тех, кто не в курсе, США получили независимость. Точнее, днем независимости США является 4 июля. И произошло это в 1776 году. Собственно, Статуя Свободы держит факел и скрижаль. На этой скрижале римскими цифрами, ну, на настоящей, да, Статуе Свободы, ну, здесь тоже просто нифига не видно. На скрижале римскими цифрами выбита именно дата независимости США. Это 4 июля 1776 года. Вот такая вот у нас статуя. Ну, наша родина-мать в Волгограде, конечно, покруче будет. Далее поехали. Короли. На королях в этой колоде изображены самые важные президенты Соединенных Штатов Америки. То есть те президенты, которые оставили, по мнению американцев, наиболее классный след в истории. То есть это 4 короля. Значит, это Аврам Линкольн, это Джордж Вашингтон, это Теодор Рузвельт и это Томас Джефферсон. Итак, Аврам Линкольн, вот такого вот приятного внешнего вида мужичок, кто не в курсе, это 16-й президент Соединенных Штатов, и он был первым президентом от республиканской партии. То есть кто не знает, вот как у нас в России сейчас есть, да, есть там коммунисты, ЛДПР, там справедливая Россия, единая Россия. У американцев как бы партий тоже несколько, но самые такие крутые, типа противоборствующие между собой всегда, это партия республиканцев и партия демократов. Так вот, Аврам Линкольн, он был первым президентом от республиканцев. Так, далее едем, это значит дама Пик, это жена Линкольна Мэри Тодд Линкольн, такая приятная женщина. Валет Пик, это следующий очередной президент, не знаю какой он был по счету, кто за кем шел, я не помню. Историю США я знаю хреново. Ну, в общем, это тоже какой-то из президентов. Зачери Тейлор. Далее у нас Джеймс Полк. Джон Тайлер. По-моему, тоже какой-то непростой мужик. Далее Вильям Генри Гаррисон. Далее Мартин Ван Бурен. Эндрю Джексон, вот тоже довольно-таки примечательный персонаж. Эндрю Джексон, это седьмой президент США. Да, он, между прочим, по-моему, на 20-ти баксовой купюре сейчас изображен американской. И он является первым президентом, избранным от демократов. И считается, что он именно основатель партии демократов. Именно Эндрю Джексон. То есть, вот этот дядька тоже такой довольно-таки известный президент США. Далее едем. Это Джон Куинси Адамс. Далее едем Джеймс Монро. Далее едем Джеймс Мэдисон. Двойка Пик, это, кстати, один из отцов-основателей США. Джон Адамс. То есть, в Штатах существует такое понятие, как отцы-основатели. То есть, это те люди, которые были основоположниками США как государства. Которые были одними из авторов Конституции, Декларации независимости. Ну и первые там самые крутые судьи и так далее, и так далее. То есть, к ним же относится Бенджамин Франклин. Который изображен на банкноте в один бакс, насколько я помню. Так, далее поехали. Туз Черви. На Тузе Черви у нас изображен колокол свободы. Либерти Белл. Колокол свободы. Он находится в Филадельфии, штат Пенсильвания. И звонил он 8 июля. Впервые звонил этот колокол 8 июля 1776 года. Как раз в каком-то городке он созывал жителей города для того, чтобы им огласили Декларацию независимости. Скажем так, известил о том, что Соединенные Штаты Америки приняли, стали независимыми от Великобритании. То есть, в тот момент Соединенные Штаты представляли собой 13 Соединенных Штатов. Поэтому число 13 у америкосов изображено, например, на гербе, да, там где орел держит 13 стрел, оливковая ветвь с 13 лепестками. Фраза «Е, Плюри Бус Юнум», по-моему, из многих единое, там тоже содержит 13 букв. Ну, то есть, такое вот, не знаю, какое-то сакральное значение, наверное, у них цифра 13 имеет. Но, насколько мне известно, у них как раз нет там 13 этажа, 13 номеров каких-то. Может быть, я не прав? Если что, поправьте меня в комментариях только. Итак, статуя, ой, статуя, блин, колокол свободы. Итак, следующий король, это как раз Теодор Рузвельт. Немного я почитал об этом президенте, то есть, он правил в 1800, ну, короче, ближе уже к 20 веку, ближе к 1900 годам. Ничего, в принципе, примечательного этот дядька не сделал. Насколько я помню, конечно, могу ошибаться, а то начнете сейчас ругать. Но, чем он любится американцам? Тем, что его часто использовали в массовой культуре. То есть, это персонаж такой, который часто появлялся в массовой культуре. И, может быть, из-за этого он так и полюбился американцам. В общем, Теодор Рузвельт – это король черви. Далее, Эдит Рузвельт. Ну, соответственно, жена Теодора. Опаньки! И это же наша любимая... Так, это значит Барак... Ох, не будем оскорблять. Короче, Барак Обамович Обама. Недавний президент, которого сменил на посту Дональд Трамп. Далее, Джордж Буш, которому принадлежат крылатые фразы о том, что рыбы и люди могут мирно сосуществовать друг с другом. Далее, Билл Клинтон, то есть президент Соединенных Штатов в 90-е годы, как раз, когда Россией правил Борис Ельцин. Далее, Джордж Буш, старший, бывший председатель, по-моему, ЦРУ. Он был руководителем ЦРУ или ФБР, ну, каких-то из этих ведомств. Позднее стал президентом Соединенных Штатов и отцом Джорджа Буша младшего. Рональд Рейган. Это голливудский актер, снимался в фильмах Голливуда, позднее стал президентом Соединенных Штатов. По-моему, лунную программу как раз при нем осваивали. И далее, он был, по-моему, в эпоху Горбачева, что ли. Ну, до этого, по-моему, уже где-то в этих пределах. И, по-моему, он поднимал проблему инопланетных вторжений. Вот, по-моему, это был Рональд Рейган. Так, далее. Шестерка черви. Джимми Картер. Пятерка черви. Это Джеральд Форд. Четверка черви. Это Ричард Никсон. Довольно-таки тоже прикольный был президент. То есть, он выступал за сближение, за, скажем так, налаживание отношений с Советским Союзом и с Китаем. Ну, и, по-моему, вот при нем как раз начался вывод американских войск из Вьетнама. Это был, по-моему, Ричард Никсон. Линдон Джонсон. Это президент, который сменил Джона Кеннеди, когда Джона Кеннеди убили. Я думаю, вы видели эти страшные кадры, когда его завалили прямо в машине. И вот Линдон Джонсон на борту самолета принимает, то есть, он был вице-президентом США. То есть, кто не в курсе, вице-президент это, грубо говоря, как заместитель президента. То есть, второе лицо в государстве после президента. И вот Линдон Джонсон принимает президентство на борту самолета после смерти Джона Кеннеди. И именно при нем начинается, собственно, война во Вьетнаме. То есть до этого, если американцы присутствовали в виде, скажем так, инструкторов, которые обучали бойцов Южного Вьетнама, а Советский Союз обучал бойцов Северного Вьетнама, то при нем начался, что американская армия уже полностью входит во Вьетнам, то есть начинаются вот эти бомбардировки, выжженная все напалмом земля, то есть это вот началось при Линдоне. Далее, Джон Кеннеди, печально известный президент, по какой причине его завалили, конечно же, сейчас можно спорить, кто-то говорит за то, что он пытался отнять у Федерального резерва право эмиссии денег, то есть возможно из-за этого, в общем кучу там всяких приводит версий. В общем, Джон Кеннеди, президент, который был застрелен прямо в машине, то есть обвинили в этом некого ли Харви Освельда, ну стрелял ли он на самом деле в президента, не знаем. Далее, Туз Крести, на Тузе Крести изображена гора Рашмар, гора Рашмар это такая гора в Южной Дакоте, на ней высечены лица четырех самых действующих таких действенных президентов Соединенных Штатов, которые любят народ США. Да, ну собственно те же самые лица изображены на королях, то есть это Аврам Линкольн, Теодор Рузвельт, по-моему вот это вот Джефферсон, а вот это Джордж Вашингтон, то есть вот эти четыре президента в горе Рашмар высечены в скалах и они изображены на Крестовом Тузе. Далее, Томас Джефферсон, король Крести. Итак, Томас Джефферсон, это был третий президент США, он один из авторов Декларации Независимости, то есть тоже такой дядечка, который внес существенный вклад в американскую историю. Далее, Марта Джефферсон, соответственно его жена. Дуайт Эйзенхауэр, то есть это президент США, насколько я помню, он стал президентом после Гарри Трумэна. Во время Второй мировой войны Дуайт Эйзенхауэр был командующим войск Соединенных Штатов во время высадки в Нормандии. То есть, если кто не помнит, во время высадки в Нормандии там были и канадские войска, и английские, и американские. Так вот, Дуайт Эйзенхауэр командовал американцами. И потом впоследствии, в 50-х он стал президентом США. Гарри Трумэн, его предшественник, как по мне, курва еще та, потому что хотел разбомбить нашу любимую страну ядерными бомбами. Ну, история, есть история. Ну, это лично мое мнение. Гарри Трумэн, человек, который сменил на посту Франклина Рузвельта. Франклин Рузвельт, это Франклин Делана Рузвельт, президент, который избирался на пост президента более двух раз. То есть, он возглавлял Соединенные Штаты во время Второй мировой войны, и умер он в апреле 45-го, незадолго до смерти Гитлера и до взятия Берлина. И во время мирового кризиса экономического, вошедшего в историю как Великая депрессия. То есть, с 29-го по 39-е года. То есть, это был Франклин Делана Рузвельт. Далее. Герберт Гувер, ничего не знаю про него. Кельвин Кулич, тоже не знаю. Стилляжный такой президентик. Уоррен Гардинг, тоже не знаю про него ничего. А вот Вудру Вильсона, я думаю, некоторые знают. Потому что именно при этом президенте был пропихнут закон о создании Федеральной резервной системы США. То есть, Соединенные Штаты Америки перестали печатать свои деньги, а передали это право частной конторе. Грубо говоря, у нее были свои хозяева. Это была не государственная контора. Это было объединение из 12 крупнейших банков, которые находились в США. То есть, они все вместе создали некий, как бы это так сказать, некий орган, некий, ну да, некий орган, который назвали Федеральной резервной системой. И после этого, вот в 1913 году появилась эта Федеральная резервная система, и она стала печатать денежки, доллары. То есть, если вы возьмете американский бакс, там написано Federal Reserve Note, то есть, банкнота Федерального резерва. А раньше было написано, по-моему, United States Note, то есть, банкнота Соединенных Штатов. То есть, вот этот вот закон был пропихнут именно при Вудру Вильсоне. Далее, Уильям Горвард Таффт, не знаю. Уильям Маккинли, такой серьезный мужичок, тоже не знаю. Грувер Кливланд, тоже пасую перед ним. Далее, Туз Буби и Око, Всевидящее Око, или как еще называют, Глаз Провидения. Ну, это такой масонский орден, да, то есть, не масонский орден, блин, орден, знак масонского ордена, да, то есть, вот это Всевидящее Око. То есть, ребятки, мы за вами наблюдаем за всеми, все вы под колпачком. Так что, вот так. Король Буби, король Буби, это Джордж Вашингтон. Джордж Вашингтон, то есть, это тоже считается одним из отцов-основателей Соединенных Штатов во время войны за независимость, командующий американскими войсками. Между прочим, крупный рабовладелец, рос в довольно-таки обеспеченной семье, ну, в общем, пацан рос при капусте, ну, и вырос в такого мужика, который возглавил Соединенные Штаты Америки. Был первым президентом Соединенных Штатов. По-моему, тоже на каких-то банкнотах он изображен. Далее, Марта Вашингтон. Такая круглолицая женщина, это его жена. Далее, Бенджамин Гаррисон. Далее, Грувер Кливленд. Далее, Честер Артур. Джеймс Гарфилд. Рузерфорд Хайс. Улуссес Грант. Или Юлуссес. Эндрю Джонсон. Четверка Буби, это Джеймс Бачанэм. Бачанэн. Бучанэн, или Бачанэн. В общем, Джеймс Бучанэн. Тройка Буби, это президент, который более похож на какого-то врача. Франклин Кирс. И двойка Буби, это Миллард Филмур. Ну вот, собственно, и все, друзья. Вот вы и вкратце познакомились с президентами Соединенных Штатов Америки. То есть, вот таким вот образом выглядят данные карты. Карты, ну, как обычные байсикловские карты, конечно же, обладают хорошим качеством, хорошим покрытием, соответственно, хорошо верятся, хорошо раскладываются лентой, хорошо поддаются тасовкам, хорошо контролируются в руках. В общем, классные карты. Тот, особенно, кто фанатеет от истории Соединенных Штатов Америки. То есть, я думаю, эти карты им понравятся. У американцев лично мне нравятся кое-какие черты, то есть, которые можно у них почерпнуть, и вещи, которым можно у них научиться. То есть, вот такие вот прикольные карты с американскими президентами. Ну что ж, друзья, на этом наш обзор окончен. Я очень рад, если вам это все понравится, мне будет приятно. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам обзорчик. Ну, а я буду прощаться. Для тех, кто хочет купить такую колоду, ссылочку на покупку, конечно же, я оставлю в описании к видео. Ну что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк, и да хранят вас боги моря и небес. Пока!